Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Патриот». Однажды великий режиссер Беляев сказал, что телевидение должно быть гражданским, христианским и пушкинским. И у нас сегодня в гостях Сергей Демидович, автор и ведущий многих христианских программ, продюсер. Здравствуйте, Сергей! Здравствуй, Валерий! Я хотел бы вот у тебя первый вопрос спросить. Твои программы, автором которым ты являешься, они соответствуют гражданскому, христианскому и пушкинскому критерию? Пушкинскому, наверное, пока менее всего. И здесь виноват я сам, потому что у меня давно заготовлена идея программы, студия построена, музыкальное откровение, где я хотел бы, я думаю, что я к этому приду. Я написал, если ты знаешь, около 200 песен. И я бы хотел, скажем, подать их в телевизионном формате. То есть это стихи, это творчество, это музыка. Вот где-то вот пушкинское для меня понимание, это все-таки творческое. Творческое, творческое, да. То есть мы можем ждать новую авторскую программу Сергея Демидовича творчества. Да, я надеюсь, я хочу ее обязательно сделать, дать своим песням «Второе дыхание». Ну, не только я со своими вот песнями, клипами хотел бы там быть. Я хотел бы приглашать других поэтов, христианских композиторов, исполнителей относительно, скажем, общественного. Как раз вот здесь, наверное, одна из сильных наших сторон, потому что я то и представляю в Украине общественный, скажем, телеканал ТБН, но с христианскими ценностями. Поэтому мы уже тяготеем не просто, мы не позиционируем как христианский церковный канал. То есть наша целевая аудитория не просто христиане. Не просто верующие. Да, мы обращаемся к обществу, мы верим. И здесь, я думаю, вот я попал в правильную программу. Мы верим, что христиане должны влиять на общество. То есть в определенном смысле это значит, что мы патриоты своего, ну, я бы не сказал просто государства, а вот почему-то, вот может я уже старый, я не знаю, во мне вот так деление не произошло сильно. Россия, Украина, Белоруссия. Где-то воспринимается как славянская вот нация, не знаю, бывший Советский Союз. Потому что очень много друзей там и там и там. То есть где-то я пытаюсь говорить вот к постсоветскому человеку, верующему или воцерковленный, не воцерковленный. Такие программы, как, допустим, другая перспектива, информационно-аналитическая программа, она обращается к людям не обязательно воцерковленным. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.